В этот день, 18 июля 1708 года, был убит Кондратий Булавин, казачий атаман, возглавивший одно из крупнейших народных восстаний 18 века. 18 июля 1870 года в России издан циркуляр о мерах предупреждения забастовок. Губернаторы получили разрешение высылать зачинщиков в отдаленные губернии. В этот день, 1942 года, завершилась прокладка трубопровода по дну Ладожского озера. Он сомжал топливом осажденный Ленинград. 18 июля 1958 года подписан к печати сборник стихотворений Анны Ахматовой после долгих лет запрета на ее творчество. 18 июля 1918 года состоялась Алапаевская казнь, убийство членов дома Романовых. Это произошло уже на следующий день после расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Большую часть членов царской семьи большевики весной 1918 года выслали на Урал. Но держать их всех вместе боялись. Поэтому отдельно от четы императоров увезли великого князя Сергея Михайловича и великую княгиню Елизавету Федоровну, ее бывшую теленицу Варвару, трех братьев князей Иоанна Константина Игоря Константиновичей и князя Владимира Полей. Их держали в 150 километрах от Екатеринбурга в Алапаевске. Елизавета Федоровна Романова была, вероятно, самой известной из них. Она прославилась своим подвижничеством. Сотни неимущих матерей благословляли ее за то, что их детям помогало Елизаветинское общество. Великая княгиня также возглавила комитет Красного Креста, организовала особый комитет помощи воинам, помогала формировать походные армейские церкви. Она продала все свои драгоценности, дабы основать Марфо-Мариинскую обители. Сестра Варвара, одна из первых в Марфо-Мариинской обители, она добровольно последовала за своей настоятельницей в ссылку, неизмевляя ни на какие угрозы власти. По прибытии на Урал Романовых разместили довольно свободно, выдали ему удостоверение личности. Представители династии могли ходить в церковь, гулять, они даже разбили собственный садик. Но все изменилось 12 июня, когда объявили о побеге великого князя Михаила Александровича. На самом деле он был убит сотрудниками ЧК. Большевикам было удобно использовать фальшивую версию, чтобы ужесточить условия ссылки. Было конфисковано все их имущество, обувь, белье, платье, подушки, золотые вещи и деньги. Оставлено было только насильное платье и обувь, и две смены белья. Также запретили переписку и ограничили продовольствие. В ночь на 17 июля в доме Патиева в Екатеринбурге была расстреляна царская семья. В ночь на 18 июля Романовых в Алапаевске увезли в неизвестном направлении. На следующее утро большевики сообщили, что Алапаевские и Романовы были выкрадены бандой белогвардейцев, и это была новая ложь, покрывающая преступления. На самом деле группа большевиков отвезла узников на одну из местных заброшенных шахт. Сначала перебили ударом топора, а потом сбросили на дно рудника. Чтобы скрыть следы, к шахту забросали гранатами, завалили жердями и бревнами, засыпали землей. Но вот ужасная деталь. Когда останки Романовых уже обнаружили, оказалось, что не все погибли моментально. Кое-кто и после падения медленно умирал от полученных ран и жажды. Та крана князя Иоанна оказалась перевязана, а тело князя Полея было найдено в сидячем положении. По рассказам же крестьян, еще несколько дней из шахты доносилось пение псалмов. В сентябре 1918 года в Алапаевск вошла армия адмирала Колчака. По поручению командующего начались поиски пропавших Романовых. В октябре тела были найдены. Помогла обороненная одним из великих князей Фуражка. Вести о пропаже Романовых привела на Урал игумена Серафима, который был дружен с княгиней Елизаветой Федоровной. Он во что бы то ни стал решил отыскать останки и похоронить по-христиански. Уже с приходом белых войск он лично участвовал в поисках и извлечении тел из шахты. В условиях разгоревшейся гражданской войны на Урале игумен увез из Алапаевска семь гробов с останками Романовых. Его подвиг длился два года. Можно себе представить, каким опасностям подвергался игумен Серафим, вывозивший святыню из России, охваченной пожаром революции через Китай до Иерусалима. Вот такой путь в полмира ждали останки замученных большевиками Романовых. Препятствовали привозки красноармейцы, возникали многие иные трудности. Наконец, членов царской семьи похоронили в Пекине. А местом упокоения для великой княгини стала святая земля в Иерусалиме. Позже великая княгиня Елизавета Федоровна и сестра Варвара были причислены к лику святых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова